Сколько праздников радостных есть, только этот торжественный самый, есть на свете особая честь, называться простым словом мама, есть на свете особая роль, дать любимой семье продолжение и в день матери даже король перед мамой встает на колени, праздник мамы один день в году, но ведь жизнь потому не прервется, что и в радостный день, и в беду мама мамой для нас остается. День матери – один из тех праздников, которые боятся случайно пропустить в суете повседневных забот. Этот праздник посвящен самой любимой и самой главной женщине, подарившей возможность жить и радоваться жизни. Официально день матери в России начали отмечать в 1999 году, но самые первые упоминания о празднике можно обнаружить в истории древнего мира. Почитание матери много веков назад существовало еще в Древней Греции. Жители этой страны поклонялись в один из весенних дней геи – матери всех богов. Древние кельты чевствовали в праздничный день богиню Бриджит. А у римлян существовал трехдневный мартовский праздник, в котором они воспевали родительницу своих покровителей Кибеллу. В Англии еще в далеком 17 веке было принято отмечать мамин воскресенье, провозглашенное королем Генрихом Третьим. В каждое второе воскресенье Великого Поста дети должны были навещать родителей с подарками и гостинцами. В Америке существует своя история появления трогательного праздника, и его основательницей считается Джулия Уордхоу, опубликовавшая в 1870 году проклам-акцию Дня Матери. К сожалению, всеобщей поддержки ее инициатива не получила. Скорее всего, причина этого была в том, что Джулия позиционировала роль матери только в качестве борца за мир. В России этот праздник стал одним из самых обожаемых в каждой семье. В этот день душевные поздравления сыплются в адрес любимых женщин. Мама – самый близкий человек. Ее любовь уникальна, и не случайно о ней пишут веками. Сегодня мы вам расскажем о художественных произведениях, посвященных материнской любви, заботе о своих детях. Любовь матери не зависит от условий и обстоятельств. Она естественна и неотделима от женщины. Наталья Нестерова. Воспитание мальчиков. Книга Натальи Нестеровой автобиографична и посвящена семье писательницы. Автор рассказывает о воспитании своих сыновей – Никиты и Мити. Очень просто и душевно она описывает различные ситуации из жизни своих детей. Это школьные драки, шалости, первая любовь, споры, совместные мероприятия и все другое, что бывает в обычных семьях, где есть мальчики. Все эти истории написаны с большим чувством юмора и любовью к детям. Они позволяют читателю задуматься о трудностях и радостях воспитания детей. Рекомендуем для поднятия настроения прочитать эту книгу всем – от молодоженов до бабушек. Одни узнают для себя что-то новое, другие вспомнят молодость. Героиня романа Инна Маковецкая очень хочет разобраться в причинах своих неприятностей и понять, как из них выпутаться. Ведь она стремится создать семью, мечтает быть писателем, но ничего не получается. Эта книга ответит на самые важные вопросы в жизни каждого человека. Как найти себя? Как не допустить ошибок и построить свою жизнь с пользой для себя и других? Но самое главное – как наладить отношения со своими детьми? Фрида Вигдорова. Девочки. Дневник матери. Фрида Вигдорова – известная писательница, журналист и педагог. Тема воспитания детей и подростков была главной, но не единственной темой ее книг и статей. Это подлинный материнский дневник писательницы и одновременно исторический документ. Он охватывает период с октября 1947 года по июль 1955 года, в котором есть и глубоко личная. Трогательная память для поколений, записки и заметки о любимых дочерях Гали и Саши. Книге много фотографий. К концу повествования кажется, что лично знаешь каждого героя. Милая, добрая, очень искренняя книга. Советуем всем ее почитать. Ведь в этом дневнике по крупицам собран калейдоскопы жизни целой семьи, эпохи разных поколений людей. Мария Метлицкая. Дневник свекрови. Главная героиня романа – 50-летняя женщина, живущая с мужем и взрослым уже сыном, который объявил родителям о том, что надумал жениться. По мнению героини, это крайне рано, ведь ему всего 23 года. Обязательно прочтите эту книгу, ведь это отличная психотерапия для тех, кто вырастил детей и ждет перемен в своей жизни. Татьяна Соломатина «Девять месяцев» или «Комедия женских положений». Автор рассказывает о врачах, акушерках, медсестрах и пациентках. Но главное действующее лицо – беременная женщина. Книгу Соломатина нельзя отложить, пока не прочтешь последнюю страничку, так как она рассматривает своих коллег и пациентов в новом взглядом со своей жизненной философией. Людмила Улицкая, Медея и ее дети. Бывают такие женщины, у которых одно призвание – быть хранительницами традиций большой семьи. Почти в каждой родословной такая есть – прямая, строгая, многодетная, спокойная, уютная и очень рассудительная. Женщина, в доме которой собираются целыми поколениями и просто забегают поодиночке спросить совета. Такую описывает Людмила Улицкая в романе «У Медея и ее дети». Что угодно может произойти в мире ее детей, но неизменным остается одно – Медея с прямой спиной будет сидеть на солнечном дворе, растирать тесто для пахлавы и ждать, ждать, ждать. Книга написана настолько интересным языком и в таком отличном стиле, что не оторваться. Кун Суук Шин «Пожалуйста, позаботься о маме». Почему для нас мамы только мамы? Мы постоянно забываем, что они тоже личности, у которых есть свои мечты, свои надежды, предпочтения и стремления. Безусловно, после прочтения книги Кун Суук Шин «Пожалуйста, позаботься о маме», захочется позвонить маме и поговорить с ней, узнать о ней больше. Но насколько ужасно узнавать о поведении людей, которые здесь описаны, самого себя. Задумайтесь, показываем ли мы нашу любовь родителям? Уделяем ли им хоть немного нашего внимания искренней? Эта книга как крик каждому ребенку «Любите своих мам, пап сейчас». Найдите 10 минут времени, чтобы узнать, как у них дела. Выделите день и проведите с ними время. Пойдите туда, куда они хотят. Попробуйте то, что они любят. Сделайте им неожиданный подарок. В повседневной рутине мы забываем, что по-настоящему важно и что иногда бывает поздно. Продолжение следует...